так сегодня покажу вам наш любимый бассейн вот почему-то филипп он очень уж нравится тут народу конечно побольше вчера мы были на том где народу не так много а здесь всегда народ но он вот с искусственной травой и когда холодно на нее ложишься на тепленькая и можно не вытираться ну давай ну так ты что все не будешь нырять за этим за ластом то но сейчас мы будем тогда ждать где ты сейчас второй дашь и она будет у нас нырять вон или идет у нас спасательница наша давай хорошо я буду смотреть чтобы он никуда не делся вот и вот эта искусственная трава очень классно на камни чего не липнет и вообще видите неравнодушно таким вещам мне кажется это все гораздо лучше искусственные цветы которые поливать не надо которые не вянут искусственная трава ничто тут не растет никакие сорняки чисто всегда красиво и мне как-то это без разницы живая на или нет главное чтобы было комфортно нуля сможешь да нырнуть сланец-то достать филиппо так он там для него глубоко слишком давай попробуй сможешь сам пойдешь ну давай ну сейчас он сам попытается спать их спасать буду если что я тебя спасу хорошо глубоко что не получается а в очки так понятно и у тебя на лбу конечно попадает вода так он или попытка тебе надо занырнуть вот с ними с двумя то нелегко но зато им всегда весело им всегда есть с кем играть никаких им подружек не надо друзей всегда компания есть вот неля молодец раз ногой подцепила и все вот лишний раз ускупнуться тебе еще и не ходила на рынок здесь тайский сегодня наверное сходим родители у нас вернулись камбоджи под впечатлениями все и после таких стран понимаешь как ты классно живешь потому что хорошо потому что конечно у людей совершенно другие уже ценности в жизни и на эти развития конечно далеко далеко позади нас всех россиян но на такие страны не надо равняться обнадеживаться что ой как классно мы живем здорово как когда съездишь другие страны понимаешь и сколько ты плохо живешь поэтому конечно для собственного успокоения хорошо ездить вот такие камбоджи и таиланд филиппины но это не те страны на которые надо равняться отсталость жизни очень сильная конечно там вся камбоджи изранена войнами и сейчас непонятно там вообще какой режим все очень сложно но люди радуются что там войны нету хотя бы все молча молодец Уходим. Выдался крадавль. Сейчас мы лягем. Вот здесь. Я сейчас на воздухе. А сейчас я. Я не могу перевернуть его. Да ты из него вот так вылези. Сейчас я покутаю. Ой. Всё я чу. Ааа. Я тону. Я тону. Грибу руками и ногами. К ближайшему берегу. Да? А я за кругом прыгаю. Неля придёт у нас за кругом. Сейчас будем показывать как нельзя делать. Да Филипп? Давай. Давай круг. Сейчас будем показывать как нельзя делать. У меня видно? А видно. Мы в бассейне. Да, мы в бассейне сегодня. В бассейне. В бассейне. В бассейне. Бесс 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 Б И вдруг круг спустился, а дна нету под ногами, самое-то важное, что нету дна. И все, и я переворачиваюсь. Помогите! Я нету, дна нету! Я тону, я тону, дна нету, дна нету, я тону. Всем пока! Всем пока! Тятеньку! Поняли? И я утонула, потому что у меня началась паника. А паника началась... У меня вообще прикольно! Знаешь, почему паника началась? Потому что я дна не почувствовала, и я сразу же испугалась, дна нету, и я начала уходить под низ, и стала воду глотать, 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 и все, и больше-больше бояться, и все, и я утонула. Поняли? Поэтому, если дно не почувствовали... Показать, как я смешно делаю. Вот так вот. Просто... Вот, 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 так нельзя делать. И все, вот ты наглазайся, и делай как надо. Вот делай как надо. Делай как надо. Знаешь, я почему вот это вот знаю, как тонуть? Потому что я в детстве один раз тонула. Мы пошли на озеро, и мы заплыли, и я дна не почувствовала. И все. А раз я дна не почувствовала, я испугалась, и я стала вниз погружаться, и у меня сердце в пятки ушло, и я стала глотать воду, и опять вниз уходить, воду глотать. Одна все нету, и я чуть-чуть не утонула. А мне просто нужно было. А кто ты спасла? Да сама себя спасла. Начала, взяла себя в руки, и начала к берегу грести руками, как могу. Все, чуть-чуть проплыла пять секунд, дно почувствовала, и все. Понятно? А где ты начала еду на этом гостеле? Какую еду? Вот вам инструкция. Вот вам инструкция. Я ведь не три дня ототонула. Я же без еды-то прожила. Вот инструкция, как правильно нужно делать, и как нужно делать неправильно. Так, ну все, да, выключай. Это наша инструкция. Всем пока! Всем пока! Сука я! Так, сейчас округ привезу. Сегодня решили пройтись мы по базарчику. Сейчас купим фруктов, бананчиков. Мандаринок хочу. Вот хожу и понимаю, что, в принципе-то, я ничего и не хочу. Все это есть там, где я живу. И поэтому, как бы, есть и есть. Нету такого, что, ой, а это не Ева, а это не Ева, как хочется. И манго у нас там в этих мексиканских магазинах круглый год. И виноград калифорнийский какой хочешь. И мандарины, и яблоки. Все есть. И это тоже все есть. Так, сейчас посмотрим, что возьмем. Вот эти мандарины бы я взяла. Ой, ничего не видно. Ну ладно, мы на массаж, короче говоря, пошли. Я... Артем, вы таймикс, да, брали часы? Таймикс, ага. Да, и мы и не знали, как они себя будут вести, в принципе. Ну-ка, вот покажи. Мне очень нравится. Сейчас приехала, спрашиваю, как эти часы себя... Вот так в темноте, в принципе, когда... Подожди, Филипп. Вечером, когда это, можно взять, вот так вот сделать подсветку. И очень там прикольно. И вообще, они так классно выглядят. Вы тоже для пробы их брали. Это когда мы в июне, с Артемом вообще их не снимаем. Да, они как бы считаются... Эконом-класса, да, очки вообще? Эконом-класса, но темноте... Да, и они смотрятся очень красиво. А я забыла, что вы их покупали. Да, я сейчас пришла, говорю, Артем, какие часы классные. Я тоже двое купила, тоже все как-то работает. Я не знаю, что подсветка. Все, мы пошли на массаж. Вам, когда сделают, ждите нас, Нелли, поняли? Господи, слава богу, хоть они тут посидят. И ноги наделают. Сейчас тебе протрут все. Сейчас тебе протрут. Ложись, пожалуйста. Ложись и покраси полотенцем. Нелли, вы спите? А, я думала, вы спите. Ой. Как вам камера пыток? Вам не понравилось? Ну, мне... Да? Кондиционер, если бы они сразу убрали. А мне этот массаж не понравился. Хорошо, что 800 бат за него не отдали. Ну, в смысле... А вы какой делали? Тайский? С мешочками. Я давно хотела попробовать. А я взял, ты ты тайский? А, ты тайский взял все-таки? Нет, у тебя просто массаж с маслом. Тайский традиционный смаслом. А, да ты что? Вообще классно. И причем ты тайский? Они 200 и 350 бат всего стоят. Они сами эффективны. Просто я... Смази они вообще классно. Да? Просто тут видишь, расход материалов. Мне кажется, если мешочек... Ну, да, ну, да. То есть они это тоже закладывали? Аса! Че, Нелли с Филиппом там? Че, они мультики смотрят? Ну, вообще, конечно, это такую силу пальцев надо иметь. Это вообще женщина ведь, че-то, как клещами впивается, потом этими мешками горячими сжет еще. Ну, да, тогда сначала. Угу.